Партнеры показу. Эзотеричная школа Кайлас та тибетская формула. Каким образом нужно складывать деньги в нашем кошельке, это тоже очень интересно. Я рекомендую деньги складывать в такой последовательности. В первом отделении рекомендую складывать большие купюры, за ними более мелкие купюры, а во втором отделении еще более мелкие купюры. Человек должен поменять у себя условия пользования вашим кошельком. Каждый раз, когда вы приходите домой, доставайте деньги из кошелька, и после этого пусть эти деньги лежат на видном месте, таким образом вы будете совершать обряд, который называется «Пусть деньги поживут и привыкнут находиться в этом доме», привыкнут к нашей новой атмосфере и к нашей энергии. После этого вы должны взять небольшие купюры и каждый день не забирать с собой все деньги, которые есть у вас дома. Человек должен относиться к деньгам с березливостью. Таким образом, когда вы рассчитываетесь в магазине, никогда не отдавайте большую купюру в случае, если у вас есть маленькие купюры. Таким образом, если вы рассчитываете в магазине, и у вас есть по 500 одной купюры или 500 рублей мелкими купюрами, старайтесь отдавать в самом начале мелкие купюры, и после этого старайтесь отдавать уже большие купюры. И здесь есть небольшая тайна. Друзья мои, вы хотите получать в жизни немножко больше? Если вы хотите получать в своей жизни немножко больше, то старайтесь с радостью отдавать немножко больше. Таким образом, если вы будете рассчитываться в магазине или рассчитываться за такси, каждый раз отдавая, отдавайте немножко больше. Таким образом, человек, который получит от вас немножко больше, с радостью приняв эти деньги, сделает все для того, чтобы в вашей жизни, в вашем бизнесе и в вашей жизни появлялось немножко больше денег, которые будут к вам приходить. Поэтому я очень часто это советую. Старайтесь отдавать прежде всего мелкие купюры и только после этого переходить к крупным. Старайтесь не носить с собой в кармане мелочь, потому что мелочь является элементом, который притягивает бесполезные и ненужные разговоры о вас. Поэтому, если у вас есть мелочь в вашей квартире или в вашем кошельке, старайтесь ее дома выкладывать. И здесь есть тоже эзотерическая притча или эзотерическая идея. В свое время я давал совет своим друзьям, который звучал так. Так, возьми большую коробку от обуви, поставь ее у себя в квартире и скажи, когда я наполню эту коробку обуви, деньгами, видимо, нет, в моей жизни появится моя новая персональная, принадлежащая только мне, квартира. Таким образом, когда я дал такой совет, начали происходить интересные, наверное, истории. Какие? Много моих знакомых начали ставить такие коробки и начали их наполнять монетками. Таким образом, они делали концепцию, при которой нельзя носить с собой мелочь. Каждый раз или каждый день, когда они приходили домой, они бросали туда вот такие монетки. И вы знаете, когда коробки наполнялись и они становились полными, непонятно, почему в их жизнь приходили возможности, которые позволили им в дальнейшем приобрести себе новую недвижимость или новый автомобиль и так далее. Если вы уже начали ложить в вашу коробочку мелочь, то никогда из этой коробочки эту мелочь не берите, потому что данная коробочка может быть коробочкой мелочи, которая в вашей жизни исполнит вашу заветную мечту, которая может быть глобальной. Это приобретение своей недвижимости, принадлежащей вам, или приобретение какого-то очень дорогого объекта, который в дальнейшем может быть частью вашего материального благополучия и финансовой независимости в вашей жизни. А теперь давайте перечислим все, что я вам перед этим сказал. Итак, старайтесь, чтобы у вас кошелек был красивым. Старайтесь не пользоваться кошельком, который вам кто-либо подарил. Старайтесь складывать купюры так, чтобы у вас сначала шли большие купюры и после этого маленькие. Старайтесь отдавать сначала маленькие купюры, а мелочь с собой не носите. Для мелочи придумайте большую коробочку, наполняя которую у вас будет исполняться ваша мечта. Я желаю вам огромного материального благополучия. Попытайтесь использовать то, что я вам говорю. Я уверен, что эзотерика управляет жизнью. И уверен, что в вашей жизни это поможет вам достичь глобального, огромного материального благополучия. И позволит вам научиться или приобрести свою недвижимость, или сделать так, чтобы в вашей жизни произошло много совпадений, которые дадут вам в вашей жизни приобретение финансовой независимости, своих дорогих вещей или своего собственного жилья. Я желаю вам успеха. О следующих наших эзотерических секретах вы узнаете в следующей моей программе. С вами Андрей Дуйко.